Легкая музыка, декламация стихов, восторженные речи, нескончаемый поток улыбок. Именно такая атмосфера всегда царит в уссурийском Доме художника. Повод для этой встречи более чем особенный. Открытие выставки, частные коллекции. Удивительно и нестандартно. Среди гостей огромное количество детей. Ну, мне еще нравится, конечно, что очень много детей. Да, потому что вот когда привлекают детей, и они сегодня впитывают это, то мы видим в этом будущее, конечно. Сейчас дети больше в каких-то играх, вот, в каких-то компьютерных. А вот именно то, что они везде живую, то, что они это чувствуют. Даже вот мальчика, девочки привлекают, чтобы они тут играли. Ну, это неоценимый вклад, мне кажется, тоже. Неоценимый вклад в саму выставку внес и Олег Ким, большой ценитель искусства. В его коллекции сотни полотен. Сюда привез 33. Организаторы провели огромную работу по отбору произведений. В уютном зале Дома художника разместили 115 картин. Разные тематики и размеров. Было вначале, знаете, боялись, а как же наши стены опустеют, а что же нам отвозить, привозить, да зачем нам эта канитель? Многие так, может быть, и могли подумать. А потом каждый говорил, нет, и вот эту возьмите, и вот эту возьмите. Это как ребенок, знаете, надо вывести в свет. 15 коллекционеров вывели в свет свои картины. За каждым изображением своя история, свой рассказ. Оттого энергетика на выставке особенная. Как отмечает Ольга Никитчик, автор идеи. Все произведения самого высокого качества. Многим не один десяток лет. Как, например, и дружбе художников. Любви к искусству, уменью видеть прекрасное. Ольга Никитчик – мой друг, да, потому что здесь есть картины из моей коллекции, потому что я дружу с художниками, я их люблю. И потому что это замечательная идея, вот этот проект, очень хорошая. Потому что у нас в городе есть культура, у нас есть люди, которые это ценят. Ценить, восхищаться, умиротворяться – за всем этим спешите в Уссурийский дом художника. Такая выставка первая, но далеко не последняя. Продлится она до 2 мая. Но организаторы обещают и дальше знакомить уссурийцев и гостей города с частными коллекциями. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.